Первая моя профессия, которую я хотела быть, это продавцом распечать. Потому что можно было журнал читать, пока сидишь. А потом я уже как-то сразу поняла, что я пойду именно в театральную среду. Я себя даже никем другим не могу представить. И не представляла никогда. Я всегда знала, ну да, я буду в кино там играть. Я уже примеряла на себя какие-то роли, когда смотрела какие-то фильмы. Первый раз, когда я пришла в театр, я сидела, у меня было лет 6-5. Я сидела, о боже мой, как скучно, как не могу. А потом как-то затянула сюда. Давай, подрезок. Да ты что заходишь? И еще там, вроде, заходи. В драму нас институтских, сгиковских, не берут. Ну, как-то так повелось изначально, что не брали. Я даже и думать о ней не думала. Мы пробовались в Самарт. Как бы я изначально думала, ну, либо в Самарт, мы ездили в Ульяновск пробоваться. А тут Леня пересекся вот с Вячеславом Алексеевичем Гвоздковым. Он говорит, ну вот, я тебя возьму, мне нужны там мужики. Все, я тебе беру. Он говорит, у меня еще девочка одна есть. Он говорит, нет, нам баб не надо, у нас своих полно. Нет, нам никого не нужно. В итоге мы с Леней делали спектакль, сами делали, уже после декады, ну, вот, после экзаменов основных. Ну, просто захотелось нам сделать эту «Варшавскую мелодию». Ну, душа у нас легла, думаю, когда еще. Вот, и мы сделали и позвали Вячеслава Алексеевича и Валерия Викторовича Гришком. Они на удивление к нам пришли, и после спектакля нас в машину и сюда. Все, мы его забираем. Весь институт. Как? В смысле? Кого забираем? И вот мы здесь. Мы уже, как взяли у нас, мы уже больше и другие варианты не рассматривали. Вот видите, вам в центре хвостик. Да, извините, на хвостик? Ну да. Ну, как это называется? А! Самый первый мой спектакль был «Та завтра была война». Я там вообще выхожу, девочка, принеси, подай, иди, не мешай. Я помню, когда я выходила на поклоны, я смотрю, и столько народу. Я первый раз, ну, после институтской сцены, когда там три с половиной человека сидит, и тут четыре этажа, и все стоят, полный зал. Думаю, господи, аж вот дух захватывал, а мурашки по коже. Я на следующий день вообще не могла встать с кровати. Я так волновалась перед этим, что для меня следующий день просто ушел. Его не было. Я пролежала весь день. Во самом деле, меня изначально говорили, ой, театральный коллектив, сейчас вы придете. Прекрасные отношения со всеми, со старшими, и со своим поколением. Очень все хорошо. Елена Александровна Лазарева, вот мы ставили, когда варшавскую, она с нами очень хорошо работала, очень сильно помогала, направляла нас. Сейчас вот мы работаем на трех, на спектаклям «Три сестры». И вот у нас есть там Юрий Анатольевич Машкин, Иван Иванович Морозов, Белов Олег Константинович. Вот они все там подходят, вот это вот так вот надо сделать, это вот так вот здесь. Ну зачем это так? Надо же вот так. Они старшее поколение очень хорошо нам помогает. Не, ну иногда, когда ты там распыленный, если тебе еще что-то говорят, ты думаешь, а, да, 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 хорошо. Потому что, ну, уважаешь людей, там, любишь их, и не хочется как-то видеть, ну, в принципе, в любом случае, они всегда говорят очень нужные вещи, дельные, и ты все равно какие-то там себе заметочки ставишь. Ты понимаешь, что это такое внешнее твое раздражение, которое не имеет никакой подопреки, просто потому что в таком состоянии. Простите, что я вспомнила вот это. Какой там, простите? Да, потому что, Арина, это, я счастливчик. Впрочем, нет, я эгонист. Извини, не стоит проронить даже визы. Солк в глаза попал. Солк в глаза попал. Субтитры создавал DimaTorzok